В Хабаровском крае успешно реализуется программа поддержки села. В Волгограде состоялся съезд депутатов сельских поселений России. В заседании приняли участие руководители федеральных ведомств и министерств главы регионов, депутаты законодательных собраний, субъектов Российской Федерации. Главы и депутаты сельских поселений, представители сельскохозяйственных производств. Всего около 2000 участников со всей страны. Хабаровский край представили губернатор Вячеслав Шпорт, уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов, ректор Тихоохианского государственного университета Сергей Иванченко и другие. С докладом на итоговом заседании съезда выступил председатель правительства Российской Федерации, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он частично сообщил, что федеральное правительство намерено в ближайшие годы направить дополнительно 100 миллиардов рублей на социальную поддержку в сельских поселениях. Глава правительства также заявил о необходимости привлекать сельские поселения опытных врачей и высказался за увеличение возраста медицинских специалистов, которые могут участвовать в программе «Земский доктор». Губернатор Вячеслав Шпорт, комментируя итоги съезда, отметил важность прямого диалога федеральной власти и глав поселений руководителей сельскохозпредприятий. «Очень важно, что от премьер-министра, от руководителей федеральных структур мы получили подтверждение, что программы поддержки социальной инфраструктуры на селе сокращаться не будут, что запланированы новые мероприятия. В Хабаровском крае такие программы, как федеральные, так и региональные, успешно реализуются. Так только в рамках «Земского доктора» в прошлом году к нам в сельские поселения прибыл 41 специалист. Что касается педагогических кадров на селе, то у нас здесь практически нет дефицита», подчеркнул Вячеслав Шпорт. Также на съезде поднималась тема поддержки аграрного сектора регионов Дальнего Востока, пострадавших в результате наводнения в прошлом году. Губернатор отметил, что Край получил помощь из федерального центра, сейчас продолжается распределение средств между сельхозпроизводителями. Врачи провели лекции в образовательных учреждениях Края. В образовательных учреждениях Края прошли лекции по пропаганде здорового образа жизни, отказу от потребления табака и наркотических средств. В рамках Всемирного дня здоровья главные врачи и их заместители посетили более 50 школ, высших и средних учреждений профобразования Края. В ходе бесед медики агитировали учащихся и студентов заниматься физической культурой и спортом, рассказывали о том, как следить за состоянием своего здоровья. В этом году в Крае продолжена работа по анонимному добровольному тестированию учащихся образовательных учреждений на предмет употребления наркотиков. Так, в 2013 году его прошли свыше 5,5 тысяч человек. В Крае в сравнении с 2012 годом отмечено уменьшение числа потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся Края, в том числе с учетом увеличения числа обследуемых лиц, отметил министр здравоохранения Края Александр Витько. По словам министра, результаты тестирования доводятся до руководителей образовательных учреждений и всех заинтересованных ведомств. Это дает возможность администрации ориентировочно определить группы риска, потребителей наркотических средств и масштабы явлений. В Крае активно проводится работа по профилактике наркомании. Краевой психиатрической больницей организована работа четырех интернет-сайтов по психологической поддержке населения в трудных жизненных ситуациях и реабилитации наркозависимых лиц. Созданы семь групп анонимных алкоголиков с охватом 105 человек. Психотерапевтическим центром по телефону доверия в 2013 году дано 6,5 тысяч консультаций. 11 тысяч консультаций получили подростки и работающая молодежь по информационной линии. Министерством здравоохранения Края совместно с заинтересованными ведомствами проведено 17 выездов в детские оздоровительные лагеря, где были проведены тематические беседы, ролевые игры, организован просмотр видеороликов антиалкогольной и антинаркотической направленности. Амур-Металл в Комсомольске-на-Амуре обвинили в загрязнении окружающей среды. По постановлению Комсомольского-на-Амуре межрайонного природоохранного прокурора, должностное лицо металлургического предприятия привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении послужили результаты проверки Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой исполнения требований законодательства об охране окружающей среды в открытом акционерном обществе Амур-Металл. В ходе проверки установлено, что в нарушении требований федерального закона об охране атмосферного воздуха предприятие эксплуатировало стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух без разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. Продоохранным прокурором в отношении начальника отдела охраны окружающей среды открытого акционерного общества Амур-Металл вынесли на постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.21 Кодекса об административных правонарушении Российской Федерации выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения. По результатам рассмотрения постановления начальника дела признан виновным в совершении правонарушения ему назначен административный штраф в 40 тысяч рублей.